Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Альфреда Шнитке. Вечером на юбилейном концерте в Московской консерватории выступит оркестр «Новая Россия» Юрия Башмета. А накануне там же открылся фестиваль, название которого созвучно самой музыке Шнитке на пересечении прошлого и будущего. В любом жанре Шнитке умел стирать пыль с традиции в духовную музыку. При соблюдении канона выдохнул новую жизнь. Единственное сочинение на православный литургический текст «Три духовных хора» в наши дни звучит чаще в концертных залах, чем в церквях. При притаре камерного хора Московской консерватории «Три духовных хора» не единственный цикл Альфреда Шнитке. На протяжении всех 20 лет творческой деятельности коллектива неизменно в репертуаре нашего хора звучит музыка Альфреда Горьевича Шнитке. Альтовый концерт композитор посвятил Юрию Башмету. На вечере его исполняет ученик-альтиста Андрей Усов. Партитуру концерта Юрий Башмет ждал 7 лет, но когда увидел ноты, почувствовал, что сталкивается с неведомым и опасным пространством. Музыку Шнитке понимали лишь избранные в наши дни. Круг почитателей таланта композитора значительно расширился. «Было время, когда его играли только авангардисты, когда играли только избранные и слушать ходили избранные. Вот тот период уже прошел, а сейчас, мне кажется, начинается период, когда его музыка становится понятна и большинству исполнителей». «Меня очень порадовало то, что сейчас такой фестиваль проходит, который сделал консерваторий и институт Шнитке. И мне очень приятно видеть очень хорошую организацию исполнения». «Мы живем по Шнитке», – говорил виолончелист Мстислав Ростропович. «Радости и диссонансы, пристрата и трагизм музыки композитора – реалии и нашей действительности. Большую часть жизни гонимой. Сегодня Шнитке – один из самых исполняемых композиторов. И интерес к его творчеству только возрастает». Анастасия Крылова, Игорь Горбачев, Новости культуры. «Альфреду Шнитке» посвящена сегодня и программа «Наблюдатели». О композиторе вспоминают дирижер Владимир Юровский и виолончелист Александр Рудин, мультипликатор Андрей Хржановский и кинорежиссер Александр Мита. Смотрите программу прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok